Дух Святой, Божественная Личность, Бог. Вторая большая проблема и дискуссия, навязанная врагом, появилась в Христианской Церкви Рима-Католической, непонимание корректности природы и места Святого Духа в творении и управлении Вселенной. Данный вопрос был внесен для дискуссии и обсуждения Синодом, Собором Всемирным в 385 году епископом Константинополя в Македонии, который еще с 341 по 360 годы выдвигал мнение, что Дух Святой есть служитель наравне с ангелами, что Святой Дух является творением, подчиненным Богу, Отцу и Сыну. После атак Ария и его сторонников над Иисусом и его ролью в управлении Вселенной, отвергнутые и осужденные Никейским Синодом в 325 году, который признал и утвердил Сына Божьего во всей истине Библии Отца Небесного, не получив, что ожидал, дьявол через своего доверенного человека Македония с интервалом в 60 лет выдвигает ту же мотивацию искажения и недоверия в адрес Духа Святого. Он Бог и третья личность Божества, является составной частью Святой Троицы, Отец Сын и Дух Святой. Доктрина на учение Святой Троицы была обсуждена и отвергнута разными течениями и лицами антихристианскими на протяжении всего периода истории христианства, понятия мировоззрения, которое сегодня живет у свидетелей Иеговы и других. Учение Святой Троицы истинно библейское, в чем убеждает нас следующее. «Потому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в этом веке, ни в будущем. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Матфея 12, глава с 31 по 32 стихи, 28 глава, 19, 20 стихи. «Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не людям, а Богу». Деяние апостола, 5 глава, 3-4 стихи. «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». 2 Коринфянам, 13, 13. «Каждая личность, лицо Святой Троицы выполняет свою роль в плане спасения человечества, и ни одна не умаляется перед другой, благодаря тому, что на базе, основе единства, стоит любовь, происхождение, начало, характер и цель Творца Вселенной, Отца Сына, Святого Духа. Если анализируем Творение Земли и все, что на ней и в ней, исследуя Библию, увидим ясно, что в Сотворении работали и приняли участие все три божественные личности. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». «Бытие 1, 26. И Дух Божий носился над водою». «Бытие 1, 2. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть». В плане спасения Сын становится жертвенным ягненком, жертвой на кресте, искупительный, спасителем грешного человечества. А после вознесения к Небесному Отцу, ходатаем и первосвященником, между Богом и греховным миром, Он ходатайствует в Храме Небесном. «Иисус Христос есть Творец, Искупитель, Ходатай и Спаситель наш». 1 Тимофея, 2 глава, с 3 по 6 стихи. «Дух Святой есть Дух Истины, которого пошлет Отец во имя Мое. Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14 глава, 17 и 26 стихи. Из этого Святого Слова мы видим, что Отец прислал вместо Иисуса замещать Его после вознесения Его на небо Духа Святого, как Учителя Истины, путеводителя к Иисусу и Утешителя, который пребывает с народом своим всегда до второго пришествия Иисуса Христа. «Кто не может знать и понимать дела так ясно, данные в Священном Писании, если не тот, кто не хочет ни слышать, ни видеть, и противник Господа Бога Отца, Сына и Святого Духа». Субтитры создавал DimaTorzok